Прошу прощения за мат, который я произнес перед этим. Я не мог сдержаться, потому что он меня уже вот так вот задрал. За все эти годы, что я его знаю. Самое главное, чтобы тебя понимают, если ты разговариваешь. Всем привет, меня зовут Илья Богословский. Часть людей здесь меня знает. Маленькая часть, как ни странно. Часть не знает. Я черный пояс, первый дан из команды Стрела. Сейчас я скажу что-нибудь такое, что вы еще не знаете. Я в Стреле, наверное, с момента ее создания, даже чуть раньше. То есть мы еще не были джиу-джитсо. Мы еще были каротистами, но уже боролись. Это очень индивидуальная штука. Могу сказать только о свой опыт. Все очень... Так как для меня тренерства никогда не было работы и заработком. И я никогда не зависел ни в каком образе от того, что мои ученики чего-то достигали. Для меня это было неважно. И сам я в спорт пришел точно в зрелом возрасте. Я никогда не был сильным выступающим спортсменом. Я выступал в свое время, но это было еще недавно уже. То для меня, как тренера, конечно же, очень радовало личный прогресс. Соревнование является одним из проявлений личного прогресса. Один из самых ярких, но сильных, но проявлений. Одним из. Я встречал человек, который никогда не выступал просто потому, что это не нужно. Но я вижу, что он ходит регулярно и он растет. Я помню в начале года, что это было креветка, который не мог там нормально двигаться. И когда он ложился, он мог заснуть и больше у него техник в жизни не было. Он связан с положением лежа, а через год он уже начинает бороться, ролиться. Его координация уже сильно изменилась. Он уже стал ближе к этому спорту. Меня, конечно, радует. Прогресс. Именно прогресс человека, что он становится лучше, чем он сам в прошлом. Да, и упертость очень важно. Часто белые пояса, приходящие в зал, они реально вообще ничего не умеют. И этот кризис первого полугода, когда, по сути, человеку нужно просто терпеть и выживать в этой истории, до момента, когда появится кто-то хотя бы немножко хуже его, чтобы он тоже мог хотя бы немножечко хотя бы самоутверждаться. Вообще проходит этот период и растет, и улучшается, и ты видишь это улучшение, ты, например, даешь ему месяц, ты ему долбишь какое-то движение, какой-то прием, ты его делаешь, а потом ты смотришь, как он в спарринге его делает. И ты думаешь, ах, красавчик. Тебе частичка меня. Видите человека часть себя в его прогрессии. Для меня было самое важное. Терпение. Вот самое, наверное, важное в тренере, с моей точки зрения, это отсутствие желания быстрых результатов, терпения и очень важная штука для людей, которые хотят сделать именно команду. Всегда в зале, в команде должно быть ядро учеников, может быть, немного, 5, 7, 10, которые ходят регулярно, которые постоянные, которые и будут создавать эту команду, которые будут создавать, другие люди будут меняться, они будут оставаться одними теми за в течение многих лет. Тогда появится команда, когда будут результаты, тогда это будет интересно. Джиу-джитсу – это не индивидуальный вид спорта. Джиу-джитсу – это командный вид спорта. И вот чем раньше люди это понимают, тем раньше вкладываются именно в создание команды, которая будет растить внутри себя кого-то еще, выращивают новых чемпионов, на которых будут расти приходящие люди, тем более успешным будет тренер. Всегда, то, что я понял, если у тебя есть ядро, ну, я могу сделать пример. Стрела началась с 10 человек на маленьком зале на Плющихе в 2009 году. Мы вышли из каратэ, и вот сейчас нас, скорее всего, больше двух тысяч уже в России. И большинство из тех, которые мы начинали, которые выходили там первый год, практически все они остались. И они были тем, где мы не были успешными спортсменами, мы не были звездными там, ребята, кто захватывали, все выигрывали. Но на нас выросла стрела, выросла команда, которую сейчас все знают, как лучшую команду в ГИ в России, там в близком джиу-джиу. Это чего вам отойдет у нас? Надеюсь, я ответил вам вопрос. Все, сядьте на жопы, можно сесть на жопы. У нас очень маленькое название, да, очень короткие, вроде бы, название семинара. ДАРС, это всего лишь один сэбмишин. Но я думаю, вы сегодня немножко задолбаетесь от того количества вариаций, которые я постараюсь вам сегодня показать. Потому что это, наверное, единственное, что осталось у меня в подкорке. И несмотря на то, что я два года уже почти не тренирую, я могу все еще это дело вам сегодня показать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!